привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами в данном ролике мне бы хотелось рассказать вам о нескольких фишках кеды и которыми я пользуюсь которые мне нравятся kit это старые фишки какие-то новые давайте пойдем по порядку первая фича которая мне понравилась это виджет глобального меню по моему добавили недавно в одной из последних версий где то есть то как это было в unity так как есть у mac os пожалуйста вы можете использовать глобальное меню у вас открыл открывается допустим тот же chrome нюшка поменяется вот откроете dauphin поменялось единственное что мне не нравится если ты сворачиваешь приложение то менюшка остается отображается то есть еще раз свернули она спряталась то есть такая вот не наработка не знаю либо фича но в принципе и она и удобно если ты работал с долфином ты можешь сразу там создать какой-то текстовый файл тебя сразу откроется dolphin и ты можешь в общем продолжить работать с тем с чем работал открыли хром вот наш chrome и собственно меню браузер точно так же как всем приложениям вот abs пишу видео в целом штука очень удобная за ней очень сильно скучал когда работал да с unity перешел на gdn вот у нас здесь есть в принципе очень удобно visual studio code частенько пользуюсь вот очень удобно этот бар он вообще в принципе ушел меню ушло наверх и очень удобно этим можно пользоваться очень сильно нравится вот еще одна фишка которая мне по душе это новые виджеты папок ну как раньше у нас тоже до были виджеты папок но возможность перетаскивать с большой вложенностью файлы если не ошибаюсь добавили недавно допустим откроем папочку изображения вот взяли мы картиночку и потащили допустим snap up vs code там не знаю можем еще какую-то папку и таким образом можно в любую вложенность положить нужный нам файл он также в принципе это в целом удобно такие виджеты где мы можем настроить выбрать любой путь на вашем компьютере указать url пожалуйста это сетевая папка месяц два стандартные пресеты там показывать папку рабочего стола и так далее но и всегда как в кд можно настроить значки можно настроить фильтрацию можно настроить комбинации клавиш очень удобно и всем всячески рекомендую вот windows приходится ставить сторонний софт дабы так загруппировать папочки а так по старинке да на винде так как и везде да мы создаем файлики размещаем и ручки так принципе удобно интерактивно ну и по клику мы сразу же можем открыть долфи также мне безумно нравится фишка то что из папки изображений допустим да где у нас есть картинки наши обои можно просто переместить картинку на рабочий стол и выпадет меню опции да можно переместить сюда копировать создать ярлык фоторамку добавить в виде виджета и также можно использовать сразу изображение как фон вот безумно удобно здесь просто перетянул использовать изображение все просто и логично точно также можно вот с этого виджета папок которые я безумно люблю можно перейти и он допустим эти бои клац и точно также использовать безумно удобно всем рекомендую вот так же одна из самых любимых моих фишек это меню команд с помощью которых можно запускать всякая очень нравится постоянно пользуюсь также раньше не было сейчас есть как в той же обычной убунту терминал можно запустить с помощью горячей клавиши control alt т раньше сделать нельзя был вам пользовался командами ну вот собственно принесли новую комбинацию можно было настроить вручную но здесь она уже есть по умолчанию это приятно ну и также частенько пользуюсь новыми горячими вот этими ссылочками на центр приложения всем нужно что-нибудь быстренько до установить вводишь и переходишь на нужное приложение сразу можешь его установить такие вот были фишечки которые полезны для меня которые постоянно сами используют да это не все фишки где это то что удобно для меня и чаще всего использую дал то что пришло на ум фишек в кедре очень много большое множество напишите о своих любимых фишках до своих любимых шорткатах которые вы используете которые упрощают вам жизнь их огромное множество может быть для себя что-то узнаю ну и люди почитают комментарии будет интересно ну что ж всем спасибо и до новых встреч пока пока